Давид Джинала родился 25 января 1967 года в городе Гассен, Франция, амплуа полузащитник, рост 180 сантиметров, вес 75 килограммов. В чемпионате Франции выступал за клубы Тулон, 1985-88, Парижский Рассинг, 1988-90, Брест, 1990-91, Париж-Сен-Жермен, 1991-95. В чемпионате Англии играл за Нью-Касл-Юнайтед, 1995-97, сейчас выступает за Тоттенхэм Ходспор. Чемпион Франции 1994 года, вице-чемпион Англии 1996-1997 годов. Обладатель Кубка Франции 1993-1995 годов. Обладатель Кубка Французской Лиги 1994 года. Обладатель Кубка Английской Лиги 1999 года. Лучший футболист Франции 1994 года по опросу профессиональных футболистов и по опросу журнала France Football. Лучший футболист чемпионата Англии 1999 года по опросу Ассоциации профессиональных футболистов. В сборной Франции дебютировал 17 ноября 1990 года в матче с Албанией. Всего за сборную сыграл 17 матчей. Женат. Жену зовут Каролина, имеет двух детей сына Андреа и дочь Карлу. Как только не называли Давида женала в последние годы, и самовлюбленным шауменом, и убийцей французского футбола. Но что бы там ни говорили, бесспорно то, что когда женала находится на поле и владеет мечом, его следует называть не иначе, как кудесник, творец и истинный посол футбола. Давид женала родился в Сан-Трапезе, городе, который воспел великий французский кумик Луида Фюнес. В этом южном городке все располагало к тому, чтобы мальчишки пропадали на улице, играя в футбол. Тощий женала имел прозвище Джамес Дес Багветес, что в переводе означает «ножки-палки». Однако это не мешало ему неплохо играть и выделяться среди сверстников. Наверное, развитию таланта женала способствовала его роботоспособность и самоотдача. Рассказывают, что в те дни, когда матчи его команды отменялись из-за дождя, женала запирался в своей комнате и плакал. В 11-летнем возрасте Давид, уже будучи воспитанником школы клуба Сент-Максин, выступал на местном любительском турнире Святого Рафаэля под именем Эрика Бойера. Его признали лучшим футболистом и даже пригласили в Милан. Обман вскоре открылся, и женала пришлось довольствоваться Тулоном. В 18-летнем возрасте Давид дебютировал в первом дивизионе матча против Метцеа. В Тулоне он пробыл три сезона, быстро став одним из лидеров команды. И это не могло остаться незамеченным тренерами столичных клубов. В 1988 году женала приехал впервые покорять Париж. Два года он провел в составе Рассинга. И в этот период женала был в шаге от первой своей победы. Рассинг играл в финале Кубка Франции против Монпелье, но уступил в дополнительное время 1-2. Сам женала в той игре забил гол, но его команде это уже не помогло. Следующим клубом Давида стал Брест. Именно здесь на женала обратил внимание тогдашний главный тренер сборной Франции Мишель Платини. 17 ноября 1990 года в Тиране Давид дебютировал в составе трехцветных. Однако первый же сезон в Бресте оказался неудачным как для самого футболиста, так и для клуба. Из-за финансовых проблем Брест опустился во второй дивизион. Женала сыграл за клуб еще полсезона и зимой 1992 года во второй раз отправился покорять Париж. Теперь его ждал Париж Сен-Жермен, клуб где уже играли либереец Джорд Швя и бразилец Раи. Вторая попытка провинциала оказалась более удачной. В рядах красно-синих Женала стал и чемпионом Франции, для ПСЖ это был первый титул за 8 лет, и обладателем Кубка страны. Кроме того, именно в ПСЖ Женала впервые сыграл в Еврокубках причем во всех трех. Но все эти успехи были перечеркнуты одной неточной передачей в последнем матче отборочного цикла чемпионата мира 94. Тогда напомним, французам необходимо было в двух домашних матчах взять одну очку. Но после сенсационного поражения от Израиля последовал и проигрыш Болгарии. На последней минуте игры с болгарами счет был еще ничейным 1-1, и мяч находился у Женала. Давид решил сделать передачу на Эрика Кантона, но болгары перехватили пас. В итоге Эмил Костадинов забил второй гол в ворота французов, и трехцветные не попали на чемпионат мира. За эту передачу Женала подвергся жестокой критике, с тех пор его называют убийцей французского футбола и преступником, а также был отлучен от сборной. На этом минорном фоне Женала был признан лучшим футболистом страны, как по версии коллег-футболистов, так и по версии еженедельника Францфутбол. С этим мнением были категорически не согласны болельщики. Давид же только подливал масло в огонь их враждебности. Симпатичный Женала заключил договор с фирмой Нино Чарути на рекламу ее одежды. Болельщики стали говорить о том, что футбол для Женала уже давно не главное в жизни. В итоге Давид отправился вслед за Эриком Кантона в Британию. И два года его новый клуб Нью-Касл, купивший француза за 2,5 миллионов фунтов, соперничал с Манчестером Кантона в борьбе за первенство в Мьерлиге. Свой первый матч в Англии Давид сыграл 19 августа 1995 года против Ковентри. А первый гол Женала влетел в ворота Шеффилда шестью днями позже. Удачная игра Давида в Англии, тем не менее, не стала поводом для его возвращения в сборную. Тогдашний тренер трехцветных Эмежаке не видел в своей команде места ни Женала, ни Кантона, ни Папину. И даже тот факт, что чемпионат Европы проводился в Англии, где Кантона и Женала стали любимцами, не изменили взглядов Жеки. Он утверждал, что оба они индивидуалисты, и не смогут сыграть так, как видит футбол он сам. Зато у Женала было полное взаимопонимание с другим тренером, с Кевином Киганом. И с его уходом с поста менеджера Нью-Касла Женала прочно сел в резерв. У Кевина Кигана есть воображение. Хорошо, когда у вас есть тренер, который верит в вас, говорил Женала про своего наставника в Нью-Касле. Если я когда-нибудь стану тренером, то изменю систему подготовки детей. Образование сейчас стереотипно. В футболе важен творческий потенциал. Когда он у вас есть, вы словно живописец перед чистым холстом. Не солькими мало кому понятными мазками художник создает произведение искусства. Футбол тоже строится на воображении. Мы не должны быть стереотипными людьми. Мне нравится подход, который проповедуют бразильцы. Еще играя в PSG я обсуждал эту тему с Раи. Они, как известно, не отягощают себя тактическими изысками, а просто играют в свой футбол. Мы иногда забываем это. Кенни Далглиш, сменивший Кигана в Нью-Касле, практически ни разу не должен о вас играть за команду. Так что уход Давида из Юнайтед был очевиден. Он перешал в Тоттенхэм в июле 1997 за 2 миллиона фунтов. В новой команде ему пришлось забыть о медалях чемпионата. Шпоры в прошлом сезоне боролись за выживание, и Давид своей игрой помог им сохранить место в премьер-лиге. И в нынешнем году Жанала стал лидером команды, которая теперь уже оказалась способной обыграть в Кубке Лиги Манчестер, а потом и вовсе выиграть сам трофей в сложном матче с Лестером. Кроме того, Тоттенхэм пробился в полуфинал Кубка Англии, где лишь в дополнительное время проиграл Нью-Касл. Жанала провел этот сезон так вдохновенно, что его коллеги вновь как и пять лет назад во Франции признали его лучшим футболистом чемпионата. Год назад Давид вновь не попал в сборную Франции, но это его уже не заботит. Жанала живет английским футболом и премьер-лигой. Английский футбол – контрольная точка для футбола. Если в двух словах дать характеристику английскому футболу, это будет дух борьбы. Но не футболом единым живет сегодня Жанала. Он недавно присоединился к движению за запрещение противопехотных мин, которое в свое время основала принцесса Диана Уэльская. Кроме того, Жанала задействован в рекламных кампаниях шампуня Эл-Ареа, автомобиле Эной одежды Чарути. В 1996 году Давид стал обладателем приза «Прическа года». Еще он любит скачки, гонки Формулы-1. Давид не прочь сам промчаться по трассе Сильверстоун или Хунгароринг. Жанала неоднократно был замечен в компании с привлекательными особами, но его брак с Каролин считается весьма прочным. Любимая книга Давида алхимик Паула Куэлья. Жанала гурман и хороший повар. Его любимое блюдо кролик в горчице.